приветствую вас друзья ну вот по просьбам многих зрителей подписчиков я делаю видео по отправке монет на грейдинг в компанию ngc в этот раз дело в том что завтра я еду в город берлин на нумизматическую выставку ярмарку как она называется и там будет в том числе производства компании ngc также и pcgs и я решил вернее как я отобрал несколько монет которые я считаю перспективными для того чтобы их за грейдить и посмотреть какой гряд получится и дальше уже буду решать что делать по по мере того как монета будут загрежены или если получится буду решать в общем еще не решил буду их перепрыгнуть буду их продавать или оставлю себе в коллекцию я отобрал несколько монет вот здесь они перед вами лежат я еще как бы не совсем насчет всех монет я на сто процентов не уверен но вот я вам пришло показать что я отобрал я не буду сейчас краска из чехла вот это вот такие три марки в эмарской республике 1925 года которая в очень хорошем состоянии и я считаю что она может получить не ума 63 потом посмотрим вот я ее купил за 25 евро на массе в городе людвейсбург на ярмарке монетный также я там купил вот такую вот одну марку специально купил этом под грейдинг это ничего особенного марка 1915 года на мой взгляд она должна получить очень высокий мс какой нить загадываться не буду но минимум 65 я надеюсь получить с нее потому что монета вообще полностью в идеальном состоянии на ней нет никаких абсолютно царапин следов обращения ничего то есть я считаю что мы это постоянно очень высокого грейда ну как решает компания ngc посмотрим также я выбрал вот эти вот 16 хороших грошей вот такие вот 16 грошей тоже монетка интересная и я считаю что она может получить начальный мс какой загадывать не буду но надеюсь на начальный мс на ней есть небольшие там как вы берете следы когда с мешкового сохран я бы сказал но как бы посмотрим и также я решила заградить вот эти вот монету который купил тоже за 20 евро это 5 кроется в 1795 года по моему да тоже монетка очень и очень достойная поле практически без следов обращения такой зеркально я бы сказал монету я купил помню за 20 евро тоже на ярмарке в городе людвиксбург теперь я еще решил заградить несколько трехмарочников веймара это вот гинденбург тоже надеюсь минимум на м63 в этой монеты и 3 марки 24 года f у этой монеты я надеюсь что будет играть повыше хотя бы ма 64 посмотрим также я выбрал для 50 пенинг 50 пенинговых монет и которую я купил по 30 евро они у меня лежали вот сейчас специально выбрал для самой лучшей на мой взгляд на которых практически ничего не нашел вот вы видите они штемпельные то есть очень красивые монетки посмотрим что получит на надеюсь тоже на высокие мс и также у меня давно уже лежит в коллекции я даже не вытаскиваю я нам ее потом вытащу еще посмотрю сейчас после не решил буду ее отдавать нет потому что она в холдере я так и купил в холдере в принципе ну вот как я уже сказал вот такие вот 20 копеек 50 копеек полтинь 1224 года тоже надеюсь на мс единственное что я не могу понять вот здесь вот есть то есть как бы это на ней от холдера следы то есть ну надо будет открыть холдеры посмотреть уже само поле монеты но это я посмотрю или могли начищены хотя в принципе давай сейчас прямо откроем глянем что же с монетой если далеко ходить не будем так вот мы и вытащим сейчас опять один и перчатки пленка не дает блин я разорвал а пленка осталась видите какая пленка хорошая надо будет еще раз ладно сейчас открою покажу ну вот я открыл холдер честно говоря еле-еле ну вот монетка в принципе она не есть следы не знаю туле тряпкой то есть не знаю мне кажется и оградить смысла нет эта сторона вообще замечательная но вот эта сторона мне не нравится для грейда она не получит высокие мы с лучшим случае может получить details не знаю вот это увидите я на пложу в сторонку что еще я выбрал выбрал я вот тоже под сомнениями рубль 22 года рубль красивый но тоже тут у него такое пограничное состояние может быть вот такой вот рубль 22 года он штемпель нам состоянии не прям такое идеальное состояние но тем не менее монетка очень перспективное не знаю если она конечно получит даже м60 то это оправдается а если получит ауди тейлз или что-то ниже то конечно будет не очень приятно поэтому я еще не решил там прям посоветуюсь с несколькими знакомыми и вот такая вот медаль если вы помните я купил на аукционе медалька очень и очень красивая то есть все поле есть то есть все детали все просто хочу заслабировать положить ее слаб не для перепродажи а просто для для себя чтобы сохранить и вот таких два моргановских доллара я отобрал не знаю моргановские доллары стоит их слабировать нет в принципе они штемпельные купил они у меня лежали специальное подслабирование то есть никаких нет практически следов обращения что одно что у другой монеты и вот хочу попробовать их заслабировать и если они конечно получат и маше 3 маше 4 то это конечно себя оправдает ну вот такие вот я покажу вам давайте еще вот этот доллар он вообще очень замечательно то есть холдере холдер я конечно буду открывать ну вот такие вот доллар я его открыл как видите вот такое вот состояние и завтра я его наверное отдам или один или оба ну в общем еще решу насчет этого полтинника не знаю не уверен то ли это чистка то ли это среды мешкового сохраняя нужно будет еще под лупой посмотреть потому что эта страна вообще замечательная она это конечно есть вопросы но вот такие вот монеты я подготовил сейчас для вас это пройдет несколько секунд а для меня пройдет несколько месяцев надеюсь что все монеты получит хороший грейд и я вам их сейчас буду показывать итак итак снова здравствуйте прошел не один несколько месяцев а прошел один месяц в этот раз повезло в берлине там у них была акция да как я уже говорил до этого что приехала компания из сша и сертифицировала мы это прям на месте это конечно был большой плюс то что она то есть время сократилось с трех месяцев до одного месяца но как бы здесь есть и минус поэтому я сначала немножко расскажу о технической детали дела потому что многие спрашивали сколько стоит как это вообще происходит вот я специально взял анкету такую вот вот лежат монеты кстати вам хочу вот уже видите коробка вот такую я монет взял анкету ее нужно заполнить если вы хотите засертифицировать монеты то есть я специально взял у них несколько экземпляров проблема в том что видите у этой анкеты есть номер и этот номер он индивидуальный то есть и и эту анкету нельзя от ксерокопировать и сделать там еще какую-то то есть то есть каждая анкета имеет свой номер вот там следующий пошел номер то есть анкеты нужно брать оригинальные и они грубо говоря одноразовые то есть их нельзя потом больше использовать вот это первое второе она где состоит из нескольких частей то есть из нескольких вариантов как заполнять то есть во первых я сразу хочу сказать если вы заполняет если в этот раз была акция да то есть они обычно стоят 25 долларов за монету сертификации сертифицирование если вы отправляете в сша но поскольку команда приехала сюда им видно нужно было это купить то есть они повысили цену на 5 долларов то есть они брали 30 долларов за монету плюс чего я не знал тогда это то что они сняли еще ндс то есть налог на добавленную стоимость добавили это еще 19 процентов к сумме и как бы немножко получилась цена за монету подороже но благодаря тому что монеты сделали я сама забрал в нынешнюю то есть я сэкономил на доставке обычно доставка у них в районе 30 евро стоит они доставляют специальной компании и эта компания стоит то есть там она привозит прямо на дом с росписью там же со страховкой это стоит 30 евро здесь германии если бы я отправил к монеты просто в сша то во первых я бы не платил ндс и я бы заплатил только 25 долларов за монету но был бы но ждал бы несколько месяцев в этом случае как бы я заплатил именно за время вот такой вот нюанс потом когда вы сдаете монеты то есть для каждого вида монет нужна своя анкета то есть если вы допустим хотите сдать золотые и серебряные монеты вместе то это не пойдет то есть вам нужно будет отдельная анкета для золотых монет и отдельно анкета для серебряных монет где-то нужно будет просто поставить крестик галочку вернее на тот вид монет который вы словили допустим про и 1 аналогично также и с медными монетами чтобы вы знали как бы и также нужно отдельно отдельная анкета если у вас есть какие-то медали или монетовидные жетоны это тоже нужно нужно заполнять отдельную анкету то есть каждая анкета еще к тому же стоит 12 долларов то есть вы знали как бы грубо говоря выгодно сдавать много монет потому что во первых вы сэкономите на анкетах то есть каждый раз каждая новая анкета то есть плюс стоимость добавляется вот именно такой как бы такой сбор за анкету саму то есть 12 долларов стоит поэтому даже я рекомендую как бы я сам так делаю мы кооперируемся то есть несколько человек сразу то есть каждый издает там свои монеты и кто-то один из один из там из нас записывает под своим именем эти монеты все в одну анкету то есть как бы и мы сэкономить она немножко на нас на этих сборах и плюс мы конечно экономить доставки вот такая вещь плюс для того чтобы вообще играетесь монеты в ngc нужно там зарегистрироваться нужно создать аккаунт аккаунт платный сразу вам хочу сказать то есть минимальная стоимость аккаунта стоит 25 долларов но я не знаю как сейчас но раньше как бы это если вы платите 25 долларов они у вас не сгорают то есть они учитываются при случае если вы отдали монета на грейдинг то есть допустим вы отдали 5 монет на грейдинг эти 25 долларов они как бы списываются вас идут идут это ваш положительный баланс который потом учитывается при выставлении вам счета в принципе я думаю такие технические детали я сказал тут ничего сложного заполняете анкету то есть ваши фамилии имя отчество номер ваш регистрационный который вы получите при создании аккаунта здесь вы маркируете какой вид монеты вы хотите за грейдинг то есть там допустим золотые античные монеты современные монеты то есть там и так далее то есть потом здесь пишите номинал страна год какой металл сколько весит и сколько весит и здесь вашу оценочную стоимость это важно обычно и они советуют всем писать ставить по 300 долларов если минимальная 300 долларов они в случае если монета потеряется то они будут вот именно вам возвращать по той стоимости которую вы запишите то есть если вы допустим считаете что вы боитесь потерять монету то запишите допустим 1000 евро но всем обычно честно грамм это не теряется но вот по 300 евро можно написать золотые монеты стоит дороже по моему они стоят по 50 долларов не уверен сейчас я не буду вам обманывать это все можно узнать на сайте как бы это ничего сложного но в принципе процедура не сложная заполняете анкеты как бы главное уметь писать в этом и в принципе вот так вот это работает надеюсь я так грубо вам объяснил такие самые основные вопросы то есть по стоимости как это вообще работает вот и теперь давайте перейдем к тому к результатам из всех момент которые вам показал в начале этого видео полтиннике как я уже сказал я не отдал то есть я там показал его даже на месте с экспертом и за и за нгс и они сами не порекомендовали сказали не стоит я их послушался все остальные монеты они я отдал в том числе и тех которые сомневался там как я говорил ну давайте посмотрим начнем как говорится с первой монеты и это три марки гинденбург конституция по моему 29 год вот так она получила great в нгс и давайте я сделаю свет и переворачиваем мс-63 в принципе так как я и думал их минимальный great я конечно надеялся на побольше но и моешься 3 я в принципе так и предполагал это первая монета чтобы вы знали следующая монетка это три марки 24 года я как бы сразу сказал что я надеюсь на высокий мс и в принципе я не прогадал монета получила great и мы 65 я уже посмотрел по базе данных в нгс я очень доволен этим грейдом потому что в таком грейде только есть пять монет если не ошибаюсь в мс-65 и еще шесть монет в более высоком грейде в принципе достойный great вполне соответствует такой своей этой монете вот такой вот great следующая монетка это моргановский доллар первые всего их было два в принципе ничего особенного там я посмотрел по базе там в этих долларов было многие тысячи за 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 специфицировано и он получил great и мы 64 я честно говоря надеялся что вот именно этого доллара будет great и мы 65 поэтому здесь немножко я не угадал но что поделать как бы вот такая монета получила great и мы 64 это в принципе тоже хорошо но я рассчитываю на 65 то есть я как бы про второй доллар я думал что он будет похуже вот по этот как бы и был согласен на более меньше говорит но вот с этим долларом я конечно немножко расстроился но это не не критично и этот доллар получил на мое удивление такой же great и мы 64 в общем немножко я удивился здесь вот такая вот давайте перейдем к следующей монетки это три марки опять веймарская республика тут я немножко не угадал то есть я занизил оценку по моему при при своей ну при своей при своей оценке а ngc дало great м 64 тоже достойный great я в принципе этом грейдом согласен следующий это одна марка 1915 года монетка была вообще ну просто вот огонь как говорится ничего я не нашел изучал никаких помарок ничего и в принципе монета получила соответствующий great своему состоянию и мы 66 я думал что будет и мы 65 но надеялся на и мы 67 вот такая вот истина лежала посередине монета получила мы 66 причем это не буква а то есть которая самая часто это буква йод она немножко немножко пореже но тем не менее это здесь не критично просто сам прикольно что вот такой вот great получила монета который уже больше ста лет так идем дальше 16 грошей 1830 года это практически начало 18 века ровесник масоновских масонских рублей царской царской россии вернее я вру что это 19 век вообще уже запутался и в принципе монета получил ровно тот great на который я и рассчитывал а именно ms 61 как вы видите вполне достойный great для монет монеты данного периода то есть в принципе это начало 19 века и это я считаю для такого периода очень высокий great следующем вот который я получил это 50 феннингов 3 рейх тут я конечно удивился я их всего 2 нами это отдавал и это получила great m63 я рассчитывал на более высокий great но тем не менее m63 тоже хорошо в принципе там было по мне ска монет всего загрежена то есть выше то есть как бы тоже не часто я в базе данных ngc всего несколько монет то есть в грейдах мс поэтому в принципе пойдет и к тому же это f то есть 38 год f более редкий вариант поэтому он сразу конечно приобретает совершенно другую стоимость следующий лот давайте я пойду по порядку это еще 50 феннингов но уже другая буква то есть другой монетный двор и на удивление это монета получила м66 то есть я честно говоря я долго изучал я вот если вы видите я не знаю я лично сейчас я вот покажу сразу две монеты извиняюсь вот они вот как говорится найдите отличие от монет они обе на мой взгляд были одинаковые вот реально вот что эта монета что эта монета я вот переверну но одна почему-то получила м-66 а другая получила м-63 то есть я был согласен что там могут одна получит м-64 м-65 но чтобы вот такая разница фаш в три грейда то есть в три цифры это конечно для небольшое удивление но тем не менее имеем то что имеем принц я очень доволен как бы по моему в таком грейде в м-66 по моему монет просто нету это фактически топ-грейд а если не ошибаюсь нужно будет еще раз посмотреть в нгс как бы очень хороший результат так что следующее давайте это мы начнем наверное вот рубль 22 года все-таки я отдал его на на грейдинг и когда я увидел вот этот рубль то я конечно не смог видел верни когда увидел грейд который он получил я реально там не смог заряжать эмоций дело в том что купил я его на аукционе и аукционеры его описали как кстати вернувка как extremely fine минус то есть дали ему невысокую оценку кстати об описании то есть как бы ну многие пишут вот никогда не верьте описанию лота то есть нужно смотреть на фотографию и на свою интуицию я купил его за 300 евро на аукционе это с доставкой совсем не вышло с комиссией продавал его на ebay за 700 евро было очень много наблюдателей но было несколько предложений на имени устроили по цене и в конце концов я плюнул на все решил в этом это загрейдить и вуаля great и мы 62 вот получила монета сразу конечно цена скаканула в космос то есть можете ну как бы это уже больше 1000 евро в любом случае я думаю там все полторы можно просить как бы я сразу 1 одним только вот этим грейдом то есть высоким который был относительно высокий который получил рубль 22 года я отбил как бы себе все затраты на все на грейдинг всех остальных момент как минимум в принципе я еще даже наверное останется вот именно этой моменты когда я увидел great и мои 62 я реально не не раздержал эмоции я прям вскрикнул что от радости как говорится всем рассказывал показывал все там меня поздравляли но надеюсь заработал я там также и ваш лайк ну как говорится вот рубль 22 года получил м-62 я был бы конечно и мы 60 рад и мы с 60 рад но и м-62 для меня это вообще как говорится праздник но вот такая вот вещь вот м-62 получил данный рубль чему я очень-очень рад следующий лот это эти пять кроицеров 1795 года я в принципе надеялся ну на что мы это получит высокий grid потому что поле практически вообще без обращения никаких следов нет и я не прогадал реально не прогадал монета получила м-65 то есть для монеты конца 18 века это очень это реально очень высокий great и я предполагаю что я смотрел по базе данных то просто выше этого вообще в этом грейде нету это вот единственно это в грейде м-65 по-моему еще есть одна выше грейдом но именно в м-65 эта монета единственная хотя здесь вот на лице видите есть такие вот бороздки но я долго смотрел под лупой это просто я пришел к выводу что это именно следы следы штемпеля то есть темпель был уже некачественный поэтому остались такие вот бороздки а так монета просто просто красавица ну м-65 заслуженный грейд для этой монеты и что у нас осталось осталось у нас медаль российская я честно говоря думал что это пруф но но фирма нгс или компания нгс решила по-другому и они дали ей грейд неплохой но не пруф то есть видите получила грейд м-61 в принципе вот эта сторона конечно я боялся я даже ну не на я я честно скажу я на м-с не рассчитывал я просто хотел ее за грейдить чтобы как-то такая большая крупная монета и ну тяжело такие монеты как бы без защиты держать как бы опасно поэтому я принял решение и заградить и в принципе она теперь защищена и в том числе потому что еще она и к тому же еще получила грейд м-61 потому что эта сторона вообще замечательный орел перышки все как один к одному в общем очень красивая медаль я реально очень доволен как бы вообще ну вот такие монеты я сдал на грейдинг я их получил как видите в этот раз я реально моя оценка была правильной то есть все монеты получили без исключения м-с и я реально очень очень доволен и как бы я благодаря этому грейдингу я с всего я заплатил за сертификацию вот этих вот монет я заплатил общая сумма у меня вышло 460 евро как я уже сказал то есть как бы это вот общая сумма за сертифицирование как видите все монеты получили высокие грейды так это работает надеюсь вам это видео понравилось принципе если вас что-то интересует я буду на что-то продавать из этого еще не решил что но вы можете меня спрашивать и если кого-то что-то интересует то в принципе я буду уже решать по мере по мере ваших предложений сразу вам скажу конечно когда монета получает great ms это уже цена совершенно другая то есть на порядке выше чтобы вы не удивлялись а так спасибо вам за внимание я всем желаю крепкого здоровья удачи и до новых встреч всем пока